Поддержание безопасной экологической обстановки и строительство зелёной экономики. Два направления в Бресте, развивающиеся в рамках Орхурской конвенции. Именно об этой инициативе сегодня шёл предметный разговор в стенах областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. По мнению опытных экспертов, реализация главного принципа конвенции – постоянный диалог власти и общества в деле формирования безопасной экологической обстановки – должна стать гарантом сохранения белорусской природы. Это очень важный инструмент, который обеспечивает доступ к экологической информации и обеспечивает реализацию права общественности на участие в принятии решений, которые касаются окружающей среды. И сегодня, в настоящее время это очень важно, потому что этот инструмент работает на устойчивое, стабильное развитие экономики с учётом сохранения природы окружающей среды в республике. Каждый гражданин может принять участие в разработке программ в области окружающей среды. Один из принципов, которые сегодня успешно реализуются в Бресте – при планировании и строительстве новых районов, возведении предприятий или торговых объектов проводятся общественные слушания и обсуждения. Причём мнение горожан берётся во внимание в первую очередь. В данный момент механизм при планировании застройки жилой, кварталов каких-то, городов, предприятий, тех же заправочных станций проводится общественное обсуждение перед тем, как этот проект задействовать. Все материалы размещаются в установленном порядке в интернете. Каждый человек имеет право доступа к ним, посмотреть, ознакомиться. Есть определённые сроки обратиться, определено, куда обращаться, в какие сроки. Вот это даёт нам Орховская конвенция. Использование современных информационных технологий в последнее время становится ещё одним шагом в деле сохранения окружающей среды. В начале года в Бресте заработала интернет-платформа, призванная качественно повлиять на улучшение экологической обстановки в Брестской области. Портал представляет собой интернет-журнал, где есть афиша, лента новостей, тематические рубрики. Но отличает его одно очень важное «но». Прямо на сайте можно оставить своё обращение рассказ об актуальной экологической проблеме в своём районе. Такие информационные ресурсы очень успешны, поскольку именно там даётся доступная информация, в том числе экологическая. Любой человек может открыть, почитать, где какие происходят события, где какие-то открываются, осуществляется деятельность, какие мероприятия осуществляются, какие акции экологические проходят. Поэтому такой канал очень успешен и должен поддерживаться и развиваться дальше. В целях реализации положения Орховской конвенции в Республике Беларусь уже существует два специализированных центра. Возможно, третий в скором времени откроется и в областном центре Брещины. В экологии нет проблем своих и чужих. Дело сохранения безопасной окружающей среды – общая миссия. В этом видят свою главную задачу участники семинара «Круглого стола». В этом направлении работа будет продолжена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова